В этом видео я расскажу, как провожу стратегические сессии. Иными словами, встреча топ-менеджмента для обсуждения стратегических вопросов. Сюда войдет и мой опыт консультанта McKinsey, где я работал буковок с опытным партнером из США, и мой опыт независимого стратегического консультанта в индустриях от медиа до икома. Меня зовут Виктор Угуленко, и это канал FLEZ. Поехали! Стратегические сессии — это встречи команды топ-менеджмента, на которых решаются большие вопросы компании или подразделения. Это может быть и определение миссии, видения, стратегии компании и решение каких-то тактических вопросов, как запуск приоритетной инициативы или борьба с выгоранием. Как организовать такие встречи, чтобы не продолбать время команды и прийти к каким-то конкретным результатам? Я выделяю шесть шагов. Первый — определение проблемы и подхода. Второй — диагностика сбора информации. Третий — формирование тем для обсуждения. Четвертый — непосредственно сами сессии с командой топ-менеджмента. Пятое — составление списка инициатив. И шестое — обсуждение статусов реализации. Сейчас расскажу про каждый шаг. Первый шаг — сформулировать проблему и подход к ее решению. В стратегических сессиях суть подхода всегда одна — это обсуждение в команде топ-менеджмента. Но нужно определить, какую именно цель мы преследуем, какие именно вопросы обсуждаем, как задаем контекст и как готовим аналитические данные для обсуждения. Для этого я созваниваюсь или встречаюсь с клиентом и расспрашиваю его о проблеме. Откуда она появилась? Почему не решили раньше сами? Какие аспекты проблемы хотели бы проработать? Возможно, даже какие конкретные вопросы обсудить? На основе обсуждения готовлю структуру вопросов и подвопросов, на которые следует искать ответы для решения проблемы. Тут этап структурирования похож на другие проекты по стратегическому консалтингу, когда мы составляем коммерческое предложение, так называемое letter of proposal. Отличие с процессией в том, что здесь больше общения именно с командой топ-менеджмента. Результат структурирования выглядит, например, вот так. Так, существуют и готовые фреймворки, типа Play2Win, о котором я расскажу в следующем видео. Но зачастую структуры делаются ад-хок под конкретную проблему клиента. Второй шаг – сбор информации для стратсессий. Чаще всего информация по стратегическим вопросам уже есть в головах топ-менеджмента, поэтому готовлю вопросы для глубинных интервью с ними. Эти вопросы, по сути, дальше детализируют структуру проблемы в форме, удобной для обсуждения. От одной до двух недель уходят на общение один на один с командой топ-менеджмента, на эти глубинные интервью. Здесь важно разговорить участников и дать им высказаться. По этому поводу советую почитать несколько книг, например, Ларри Кинга. Ссылки будут в описании. С большой вероятностью откроются новые аспекты проблемы, о которых на старте вы не подозревали. Я делаю подробные пометки на компьютере сразу во время разговора, чтобы вернуться к ним при последующем анализе интервью. Кроме того, вести заметки в моменте, полезные для концентрации на разговоре. Но если печатать в моменте вы не хотите, с задачей хорошо справляются и программы-транскрибаторы на основе искусственного интеллекта. Иногда сбор информации не ограничивается интервью. Тогда я запрашиваю необходимые данные у компании или собираю в интернете и анализирую их. Строю количество моделей финансов, сопоставляю продукты и конкурентов, описываю процессы и так далее. Третий шаг — синтез ключевых идей из интервью и из данных и формирование тем для обсуждения на строцессиях. Я разбираю все заметки с глубинных интервью, инсайд из данных и составляю storyline, так называемый dot-dash storyline, с темами и подтемами наших строцессий. В storyline я отражаю как структуру вопросов, которую мы сформулировали на шаге 1, так и новые знания из шага 2. Storyline — это последовательность тем и вопросов, которые мы с командой топ-менеджмента будем обсуждать в группе в рамках строцессии, и по которым нам нужно определить какие-то действия, согласовать какие-то смыслы работы, решения или следующие шаги. Сюда могут входить и формулирование стратегии команды, и формулирование конкретных инициатив для решения отдельных проблем. Часто storyline иллюстрирую графиками, таблицами, инфографиками или даже целыми слайдами, чтобы задать контекст обсуждений. Но если в отдельных вопросах в них нет ценности, экономлю на этих иллюстрациях время. Четвертый шаг — непосредственно стратсессии с командой топ-менеджмента. В начале каждой сессии я знакомлю участников с планом, аджендой и целями сессии, после чего ставлю заранее подготовленные вопросы и модерирую дискуссию. Возможны два варианта. Первый — каждый высказывается по очереди, а я записываю ключевые мысли на онлайн-доске. И второй — каждый сам записывает свои мысли на доску в отведенное время, после чего обсуждаем результаты. Второй вариант работает, когда надо нагенерировать множество идей, тогда как первый позволяет выявить отношение участников к одной конкретной важной идее. Понятно, что сложные вопросы с конфликтующими точками зрения требуют больше времени, тогда как вопросы попроще можно обсудить за 5-10 минут. По некоторым вопросам, где стопроцентное согласие не критично, выводится лишь верхнеуровневая позиция, с которой все в принципе согласны. Как правило, за двухчасовую сессию мы успеем обсудить и прийти к решениям по 3-5 ключевым вопросам. В конце каждой сессии я демонстрирую команде выводы по каждому из обсуждаемых вопросов, и мы переформулируем их в конкретные действия, в следующие шаги. Выводы в дальнейшем превращаются в инициативы. Пятый шаг. Составление инициатив на основе выводов с тратсессий. Я заранее собираю список всех выводов из предыдущих сессий в Google Spreadsheets и на очередной сессии демонстрирую его команде. Участники определяют приоритеты, расставляют баллы важности, сроки и ответственных. И то, и другое, и третье мы обсуждаем, так как важно согласие участников друг с другом. Команда топ-менеджмента еще раз убеждается, что в списке нет бесполезных инициатив. Если они все же есть, то выкидываем. Соответствующие исполнители потом берут инициативу в работу в порядке приоритета и побежали. Шестой шаг. Обсуждение статусов реализации инициатив. Для этого мы проводим еще по одной сессии раз в один-два месяца. Цель – понять две вещи. Первое – почему инициативы буксуют, и второе – все ли инициативы актуальны. Такие контрольные сессии проводим, как правило, два-три месяца, пока реализация инициатив не войдет в привычное русло. После чего обсуждения в формате стратсессии зачастую теряют необходимость. И следующий шаг уже – сформулировать новые актуальные проблемы. Мы таким образом возвращаемся к первому шагу, и на этом круг замыкается. Это были основные верхнеуровневые идеи, как я провожу стратсессии. К сожалению, много деталей и нюансов включить в видео не смог, иначе получилось бы слишком длинно. Однако детали я с радостью расскажу в телеграм-канале FLEZ. Приходите и спрашивайте. В следующем видео расскажу фреймворк, как сформулировать миссию, видение и первый подход к стратегии. Если вашей команде нужно провести стратсессии, пишите мне на victor.fles.pro. Всем спасибо и до скорого!